Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость нашей сегодняшней программы, замдиректора Рижского 14-го дошкольного учебного учреждения или детского сада, учитель латышеского языка Инесса Эглита. Добрый день. Добрый день, Лабдин. Телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9. Мы поговорим о детских садах и, в принципе, начнем с контекста реформы Министерства образования. Уже прошлое правительство, у нас вчера появилось новое правительство, прошлое, в котором министром образования, как известно, был Карл Шадурский, успел в ноябре утвердить проект об изменении в дошкольном образовании. Теперь, по новым правилам, детские сады начнут работать с сентября этого года, насколько я понимаю. И во многом эта реформа, я просто напомню тем, кто, может быть, не осведомлен, она пересекается и со школьной, в частности, в том, что дети в детских садах тоже будут теперь изучать не предметы, а так называемые компетенции. Йомос. Ну, отрасли, но если бы был такой термин, компетенции. Ну и множество других интересных таких пунктов, на которых мы можем поподробнее остановимся, но вначале, может быть, в целом. Расскажите, вы как работник дошкольного учебного заведения, насколько вот с этой реформой уже столкнулись, и насколько, как вы ее оцениваете вообще? Да. Эту реформу я смотрю с трех сторон. Первая, самая главная сторона – это я как мама, как мои дети, что они будут знать, как они будут учиться. Вторая сторона – это я как учитель латышского языка, как администрация детского сада. И третья сторона – как эту новость или информацию дать учителям, которые учатся или уже работают в детских садах. И как рассказать, и как дать понять, что мы меняем. И из этих всех трех сторон я рада, что у нас есть эта реформа. По всем трем вот этим параметрам. Как мама. И как мама я вообще в восторге. И то, что я вижу от своего ребенка, который ходит в детский сад. И, конечно, если мой ребенок чувствует себя хорошо, я с этой мыслью иду на свою работу, чтобы другие дети тоже себя так и почувствовали. А что вам, вот поподробнее, что нравится? Почему вы считаете, что она очень успешная? Ключевые слова, что мы меняем, это отношения и это подход. Подход. И когда я прихожу на занятия, в детский сад, захожу в группу, и я вижу, что учитель меняет подход, что он начинает наконец-то узнавать, что очень важно для ребенка. Он начинает с важным вопросом, что ты об этом знаешь. И поверьте мне, когда мы идем своей мыслью, что я хочу вот как учитель сегодня сделать то, завтра то, послезавтра это, мы ребенка не спрашиваем. Потому что я, ну я так хотела. А сейчас мы меняем подход, что ребенок может тоже сказать, что он хочет выучить. И правила министру Каббина это говорят о том, что это персона и геноза имейкс. И следующий вопрос, главный вопрос, что ты об этом хочешь узнать? И когда у нас в детском саду была тема цвета, ну знаете, вопрос, сколько оттенков розового, это я как учитель вообще никогда не думала, что у ребенка это может быть важно. Или почему, когда идет дождь на улице, дома меняют цвета, это у нас, ну вот от ребенка то идет. И третий главный вопрос, наконец, который мы задаем ребенку, это что ты выучил, что ты знаешь, что ты можешь сам сказать. Вот, блин, у тебя тема цвета, день и ночь, что ты знаешь об этом, что ты можешь рассказать другим. И вот это то, что как мы работаем в моем саду, уже мы компетенции начали уже с прошлого, 2018 года, с января, шаг за шагом. И сейчас вот в сентябре мы, наверное, были один из тот садов, которые уже были готовы. То есть вы к сентябрю уже готовы? Мы были, мы вот мысленно, и вот что мы будем делать, мы были готовы, да. А компетенции, может быть, поподробнее, вот как это выглядит? Это отказ, раньше было разделение на предметы, теперь его нет? Я. Как это выглядит? Нет, есть, есть у нас и языки, и математика, и дабас и мейбас, и все, что у нас было. Это под словом юомас идет сейчас. Сферы какие-то. Да, ну то, что раньше было как предметы, сейчас они идут под этим. И они есть, мы планируем тему на месяц, мы планируем, что мы из каждого этого будем достигать, какой будет результат в конце месяца, что мы вот можем проверить или ребенка, или он сам нам рассказывает, вот что он выучил, что он знает. А дети в таком возрасте вот коммуницируют очень активно, сами идут, инициативу берут в свои руки. Так это что ли происходит? Вот те, которые начинают, мы начинали в прошлом году, которые были маленькие, они уже это начали. Детям тоже надо привыкнуть, когда сколотаясь, больше не приходит готовый, бери лист, будем лепить снеговика, что ты сейчас должен придумать, как он выглядит, как ты хочешь делать ребенку, это тоже переход. Вы сказали про отношения, вот как один из главных аргументов, но нужно ли для смены отношения менять закон? Ведь отношение вещь такая, никто не запрещал это все, используя такое отношение и до этого. Мы меняем подход, но подход меняет отношения. Это уже как бы, ну... Комплексно. Я идет. И если бы я... Ну, у меня, например, как учитель латышского языка, очень важно отношение. Я иду с отношением к языку, и потом я даю знания, навыки, вот все остальное. Это... Вот в этом законопроекте также указывается, что большой акцент сделан на развитии у детей социальных и эмоциональных навыков. Да. Что это означает? Они... Ну, мы... Я могу про свой садик рассказывать, да? Мы разделили по возрастам. Вот с чего ребенок начинает, что, например, двух годам важно, вот у этого. Это уже, там, эмоции есть уже детям, которые постарше. Но это начинается с маленького-маленького. Чем меньше ребенок, тем меньше вот это. То, что у нас называется проекта... Мы не можем спросить, чтобы двухлетний ребенок нам сказал, я сегодня себя чувствую очень плохо, потому что у меня тот... Это мы идем, чтобы он это сказал. Это и маленькие шаги. Но они начинаются вот уже с первых лет в детском саду. А вы... Вот у вас, я так понимаю, как вы уже сказали, ваш детский сад, он уже успешно практически перешел на эту систему? Или переходный период продолжается? Как-то... Ну, сейчас он продолжается. Мы работаем над программами, над планированием, над... Ну, как это все будет выглядеть. С чего мы начинали? Вот самый первый вопрос учителя бы. Что мы... Вот из этого, что сейчас есть, что мы будем из этого брать с собой в новые? В Адлейне есть. И, ну, мы же понимаем, что 31 августа мы же не будем сжигать книги или все, что было по-старому. Такого не будет. Мы надеемся, что нет. Нет, я тоже... Нет, нет, нет. Мы берем... Что мы... У нас очень много что хорошего есть, и мы берем это. Но как это повернуть немножко иначе, чтобы это работало здесь? Вот над этим мы сейчас и работаем. И мы понимаем, что у нас есть помещение, мы большой сад, у нас 11 групп. И мы знаем, что, да, у нас не хватает места, чтобы там делать очень много вещей. И мы понимаем, что у нас никто не будет строить рядышком, чтобы я могла там, не знаю, еще что-то, какой-то центр устраивать. Из того, что у нас есть, это тоже мы должны посмотреть, что у нас есть, что мы можем из этого взять. И если у нас что-то такое, что мы хотим, но как это положить? Вот над этим мы тоже работаем. И мы очень меняли в прошлом году, группы ходили из одного корпуса в другой, и это все время, чтобы мы могли понять, как мы это все можем из того, что у нас есть, сделать. Но вот те, кто критикуют реформы именно образования, и в том числе профсоюз образования, в качестве одного из аргументов, часто говорят о том, что эти реформы, они очень быстрые, они готовятся в спешке, падают, как снег на голову. Вы, я так понимаю, этого не ощутили? Ну, я не знаю, мой плюс или минус моим учителям, это то, что я в этом проекте была в разных этапах, я видела с самого начала, как это все происходило, и это не легкая работа, это совсем... А вы, простите, как кто? Вы вместе с кем-то из министерства, с чиновниками? Мы были как эксперты в этом проекте. Ну, были там разные эти этапы, я была и в начале, и потом, и потом, когда надо было работать с учителями, курсы преподавать, и с администрацией детских садов, и когда Маоцей Булыидзе, плюс надо было делать, ну, вот такими этапами. И, ну, не знаю, я как бы, может быть, вот эту... Ну, я взяла все самое хорошее для ребенка, что может быть в этом проекте, и мы сейчас вот на этом и стараемся. Вам приходилось, наверняка приходилось обсуждать это с родителями, общаться? Да. Потому что им тоже нужно было подстраиваться под новую систему. Насколько они удовлетворены? Кто-то, может быть, жаловался? Да, я поняла ваш вопрос. Да, родители... Работа с родителями идет и была до этих перемен, и будет, и есть сейчас. Конечно, родители... Ну, есть разные. Есть те, которые согласны, но есть, да, потому что есть много вопросов. И главное, наверное, тот вопрос, что мой ребенок будет знать. Потому что насчет этого проекта очень много разных мифов ходит вокруг. Мы даже смеялись, что мы могли бы книгу написать про эти мифы. А что за мифы? Например, что учитель в этом проекта ничего не будет делать. Он будет только смотреть, как дети работают. Такого не может быть и не будет. Чтобы такое было, что дети вот работают, но у него должно быть очень четко подготовлено, чтобы вот дети могли, и он мог смотреть. Но это вот такой один из мифов, что учитель ничего не будет делать, будет только смотреть. И, конечно, когда родители такого слышат, главный, самый главный вопрос это чтение и... Ну, это письмо. Письмо, да. Правописание. Да, правописание. Самые вот такие главные вопросы насчет всегда вот этих двух навыков. Но мы работаем с родителями, что чтобы ребенок научился читать и писать, это, ну, не знаю, тысячи или, может, две тысячи разных дел, что он делает в дошкольном учреждении, чтобы он дошел до этого, чтобы ручка работала, чтобы он буквы... Это надо ребенка вот заполнить таким эмоционал, чтобы он вот... Да, сейчас я могу вот этого делать. Ну, вот в аннотации тоже привлекло мое внимание, указано, что детей будут учить пониманию себя и других, контроль над эмоциями, поведением, формированию позитивных взаимоотношений с окружающими. И указано, что, ну, как правило, это все происходит через игры. Да. Или не только через игры. И через какие игры? Не только игры. Например, эмоции. У нас есть группа, где вот с утра приходит ребенок, и там доска, где он поставит тот личико или как в смайлик, да, как он себя сегодня чувствует. Это одно. Я, когда иду на занятиях как учитель латышского языка, у меня есть свои, как сказать, ну, не ритуалы, ну, свое-то, как я начинаю занятие. И там есть тоже одно упражнение, где ребенок дает мне руку. И когда он это, ну, если у меня 10, 15, 20 детей, каждый дает ручку по-своему. И тут сразу можно почувствовать, у кого есть какой-то дискомфорт, кто, может быть, не знаю, там плохо себя чувствует. И это надо понять. И вот от этого делать дальше, что, не знаю, там, задание и все остальное. Понять. И тогда ребенок сам дальше вырастает, может эти эмоции отдавать и сказать, я сегодня плохо себя чувствую. Ну, а все воспитатели, вот конкретно в вашем детском саду, готовы вот идти настолько углубленный, практически чуть ли не психоанализ по отношению к детям? Вот так сказали психоанализа. Ну, если мы хотим, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, ну, вот это и есть тот подход, что мы немножко, не только знания, не только навыки дать, а вот ощутить ребенка. Как это? Ну, у меня есть такое еще в одном проекте, который, это мы изучаем детей латышскому языку, которые выехали, ну, среди ClassFlow и Skype. Те, которые за границей. Да, за границей. И тогда мы тоже должны почувствовать, как он, ребенок себя чувствует, что ты как учитель можешь ребенку дать. И когда я в группе с детьми, которые рядышком, ну, поверьте, это очень легко. Так что это очень важно. Вот по поводу дистанционного обучения мы после новостей рекламы поговорим. Сейчас короткий перерыв. Микс Ньюс. О детских садах идет речь в сегодняшнем развороте. У нас в гостях замдиректора Рижского 14-го детского сада, учитель латышского языка Инса Эглейта. Вы можете звонить. 672 12 93 9, 672 13 93 9. Вы до перерыва успели рассказать, что помимо работы в детском саду вы еще преподаете дистанционно, по интернету. Я так понял, что для латышских детей, которые уехали. Да, такое есть. Много у вас, если не секрет, таких детей? У нас группы, группы у нас... Это групповые занятия? Да, ну у меня 4 ребенка. Одновременно? Да. У вас вот на мониторе... Да, 4 ребенка и еще... Это, наверное, не очень простая задача, удержать внимание по интернету одновременно 4 детей. Да, но когда я... У меня учители говорят, что у них трудно работать в детском саду, я говорю, слушайте, у вас этот ребенок рядышком. Вы его можете и взять за ручку, и посидеть, и посидеть с ним рядом. У меня такой возможности нет. Это очень... Первый год был такой очень эмоционал, стресса много было, но сейчас я вот... Это Великобритания? У меня дети из Великобритании? Не, у меня... Не, у меня Польша, Зведрия. Швеция. И Ирия. Ну, Ирландия, да, это Великобритания. А что мотивирует, вот какова причина, что дети, они, их семьи собираются вернуться, или почему они решают учить язык? Там разные, да. Некоторые хотят вернуться, некоторые хотят, чтобы вот язык мамы или папы был. То есть со смешанной семьей? Я, по большинству, да. У меня в группе, да. И, да, это, ну, это чудесная работа. Как дается язык? Это дети, которые провели большую часть жизни здесь или уже там? Очень разные. Есть, которые родились там, есть, которые переехали туда. Мои, по-моему, все там родились. Как вам дается латышский язык? Ну, там, как я говорю, мамы мои самые лучшие помощники. Да. Ну, мамы говорят. Ну, если у них мама, да. Ну, у моих детей мамы все, которые на латышском говорят. Да. Ну, это... В вашем детском саде, в 14-14 детский сад, у вас, помимо латышских детей, есть дети, ну, представители у нас меньшинства тоже, русские дети, например. У нас, да, 7 групп меньшинства, у нас 3 только латышской группы. У вас 7 групп русскоязычных. Да, да, да. Так что мы, мы у нас, да. Обучение в данный момент пока еще проходит билингвально. Билингвально. Мы ищем самый лучший вариант, и в моей практике лучший вариант, ну, из того, что мы можем сделать, да, есть такие, которые нам еще, как бы, ресурсов не хватает. Это когда один учитель на латышском, другой на русском. У нас есть группа, где учитель на русском, но нянечка на латышском. Это совсем другой уровень. Когда я работала в одном-другом саду, у нас был такой моделис, и там дети, где один на латышском, другой на русском, у этих детей язык больше живой. Ну, такой, не на занятиях только говорить, а вот уже нести этот язык дальше в жизнь. Что смотря с стороны родителей всегда, как бы, самое важное, чтобы язык был тот, с каким они могли бы разговаривать, не знаю, учиться и остальное, да. Ну, в таком формате какие-то проблемы наблюдаются в восприятии детьми, вот там, знаний и прочего, билингвальным? Ну, у детей, по моему взгляду и опыту, которые уже 10 лет работают, дети язык восприменяют очень легко. Но опять, как учитель, какая методика, как он эти занятия делает, как он с ними работает. Ну, там, ну, я бы, опять про моего сада, ну, особых таких проблем нет. Мы стараемся, чтобы вот это было все легко, интересно, и ребенок не проходил из детского сада с соотношением, опять этот лутышский язык мне сегодня был, учил, да. Ну, наиболее, как вы сами знаете, наиболее такой скандальный пункт реформы, это, конечно, языковой вопрос, но он касается в том числе и дошкольных учреждений, просто в более отдаленном будущем. Но, тем не менее, там также прописано, что детские сады тоже перейдут. Вы этот переход, который тоже вызвал очень много критики, Как оцениваете, это положительно, скажется, на образование детей? Если мы смотрим министра кабинета, ну, это ЭКУМУС с 19 года, 1 сентября, там написано, что с 5 лет ребенок, ну, ежедневно должен говорить на латышском. До тех пор у нас билингвально. Я бы хотела пока на этом, как бы, то, что тут написано, на этом остановиться. И там разные мысли, что мы перейдем. Ну, наверное, мы, может быть, когда-то и перейдем на все. Скорее всего. Скорее всего, да, наверное, перейдем. Но сейчас вот мне нравится, что там есть до 5 лет мы работаем билингвально, ну, что такие маленькие шаги, что не сразу и так, но есть там. Да, но, тем не менее, уже не за горами время, когда из первого класса, я имею в виду школы, обучение будет на латышском. Насколько ребенку будет легко тогда из билингвального перейти в одноязыковое, скажем так? Ну, это, я бы сказала, больше всего зависит от ребенка. Вы знаете, чтобы учить иностранный, или второй язык, или любой язык, есть три уровня. И один из них – спейлый именность. Ну, это уровень какого-то возможностей, да. Ну, да, способностей. Способностей. И, ну, язык – это одно из таких очень интересных вопросов, связанных с способностями учить язык. Я надеюсь, я знаю учителей латышского языка, который работает в детских садах, учителей, которые работают ежедневно с детьми и всех остальных. Я бы, ну, надеялась, что это будет не так болезненно, переход в первый класс и на латышском. Там родители боятся, и это понятно, но… А родители боятся, вы об этом непосредственно от родителей слышали? Ну, когда работаешь в детском саду, и тебе еще коллега… Да, конечно, родители боятся, но это же как бы естественно и нормально, что как это все будет, как я могу помочь своему ребенку. А насколько вот детские сады, в частности, ваши, вообще ощутили… Вот у нас был установлен рекорд или антирекорд по… Потому что у нас не было правительства, оно только вчера было. И, насколько я понимаю, как минимум детские сады это ощутили за счет оплачиваемых обедов. Об этом тоже была широкая история, что не было выделено финансирование, например, рижским детским садам. Действительно так? Насколько я знаю… Просто потому что бюджет не успели сформировать? Да, да, да. Ну, это, наверное, то, что все слышали, как это и сказали. Но у меня есть свое собственное мнение, как мамы, но это мое мнение. Вы можете высказать. Я лучше этого не буду. Но мне кажется, если у меня… Я плачу, тогда мне… Я как бы надеюсь, что… Ну, это, ну, так, хорошо. Ну, это как я, как мама. Ну, я вообще считаю, если у нас где-то есть… Ну, хотя бы немножко, мы где-то… Ну, это другое, другое. Ну, нет. Ну, это мое субъективное… Хорошо, тогда я просто не могу не спросить. Вот громкая история прошлой недели или позапрошлой, когда, по-моему, в Ихшкильской школе, в школе, не в детском саду, а, значит, самоуправление придумало такой мотивирующий ход, что тем, кто будет учиться вот на средний балл 7,5 и выше, им будет предоставляться бесплатный обед. Это вызвало большой резонанс. Да, я слышала, да. По поводу того, можно ли вообще мотивировать детей к учебе при помощи еды. Вот как вы считаете в этом контексте? Ну, тут я могу только сравнивать с своей старшей дочерью. Я думаю, что у нее это не было бы никаким мотиватором учиться. Там лучше или не знаю как. Ну, я могу только вот с этим сравнить. Мое отношение… Ну, может быть, есть дети, у кого это мотивы, но нет такого, что я бы согласилась или не согласилась. Я думаю, что там есть, почему они это делают. И вот закрывая тему еще обедов и питания, ведь в прошлом году Минздрав также решил снизить калорийность, вообще изменить питание в детских садах в частности. Вот как вы на эту тему смотрите? Сделать еду более здоровой, скажем так? Ну, что поменила? Поменила. Поменялась. Да. Это соль, это какие-то углихидраты. Но еда, она такая же… Я всегда считаю, что в детском саду или в школе еда хорошая. Ну, я как мама могу сказать, да, я знаю, что мой ребенок поест днем. И мне нет ничего такого противоположного тому, что да, сейчас изменилось, да, опять есть какие-то там нюансы, вопросы, что родители задают. Но это от того, что я думаю, что не хватает информации. Что же поменялось? Почему многие, я считала в форуме, что порция стала меньше. Не стала она меньше, просто калорийность. Хлеб, например, ушел с завтрака. Если у нас каша и хлеб, ну, они оба, ну, похожи по сути. Так что если у нас нет, я бы не сказала, что там… Да, она стала веселой, но все равно у нас нет. То есть каких-то существенных изменений вы не можете сказать, что это произошло. Ну, порции не стали меньше, это точно. Это про то, что родители боятся, да. Хорошо это. Кроме того, уже прошлый министр Карл Шадурскис вот много раз поднимал вопрос по поводу учебы, начала учебы в школе шестилетнего возраста. Это тоже, наверное, влияет на детские сады в том числе, потому что все немножко сдвигается. И была представлена такая схема, когда ребенок может выбирать вот этот вот промежуточный год, учиться в детском саду или в школе. Как вы на это смотрите? Когда у нас это все происходило, там уже готовились, что ему будет шести лет, и я бы сказала, слава богу, что нет. Это опять я как мама. У меня вот именно младшая дочь в этом возрасте. Но рассказа о том, я была в Аршива, у меня была Пердис Абмайне, и там я специально сходила в школу, и меня, я могла смотреть занятия в классе, двух классах, в одном классе, где дети шести лет идут, ну, первый класс и дальше, и второй семь и дальше. И как потом мы говорили с учителями, всю школьную жизнь до двенадцатого класса я как учитель должен себе на уме ставить. Этот был ребенок, который пошел шести лет. Это год, он важен для детей. В этом возрасте. Да, да. И там они тоже, у них реформа шести, потом опять семи. Польша. Да, да. И вот в классах, там, где дети шести лет, у них работает учитель и помощник учителя. И я спрашивала, почему это так, она говорит. Ну, представляете, дети там, не знаю, поставить тетрадь, но учитель не может идти смотреть, есть тетрадь, но это возраст такой, но еще не умеет себя более-менее там... Концентрироваться. Да, она там, и она говорит, я должна, как бы, и знания давать. И вот помощник есть тот, который, и вот там смотрит тетрадь, как он сидит, вот такие, ну, вещи, которые... Но при помощи помощника получается или все-таки проблемы есть? Получается, получается, но все равно, двенадцатый класс, я думаю, это же ребенок шести пошел, есть там... А что вы, какие отличия вы находите уже в двенадцатом классе? Мы не спрашивали так, ну, вот это психологическое, как он себя ведет. Я тоже пошла в школу шести лет, я не знаю, это хорошо или плохо, но... Ну, я училась, у нас первый класс был в детском саду, я спала, у меня была обстановка хорошая. Ну, это, может быть, и спасло мою ситуацию, я не знаю. Но смотря на своего ребенка, я бы хотела, чтобы он еще вот этого поиграл, побежал и потом вот был готов сидеть. А вообще, насколько, как вам кажется, у нас вот в Латвии школы являются каким-то логичным продолжением детского сада? То есть, вот этот переход, насколько он плавный? Или все-таки, переходя в школу, ребенок попадает... Вот так система построена, что что-то не совсем то, к чему он готов? Это новые, в Адлейне, если программы, над которыми сейчас работает, там было, что из дошкольного он плавно переходит в начальную школу. И следующие, с начальной и дальше все остальные, до 12 класса. Я бы хотела, и я очень надеюсь, что так и будет, что то, что мы заканчиваем как бы детском саду, дальше плавно переходила в начальную школу, чтобы не было новых, ну, не знаю, то, что уже ребенок знает, мы повторим. Или, ну, какой-то такой, что и учители начальной школы знали, что происходит в детском саду. Я думаю, что сейчас, и вот я это вижу по своим коллегам, которые работают с детьми, которые пойдут в школу, они очень зациклены на то, что они должны в школе знать, что он... Вот первый класс, что особенно, это хорошо, что мы это знаем, но школа тоже должна знать, что в садике происходит. А этого нет? Ну, на 100% я бы не сказала, что у нас это есть. И как мой семейный врач говорит, вы пошли в школу научиться читать. Вы можете ответить на вопрос, почему ваш ребенок идет в школу? Ну, он, по сути, уже в детском саду начинает читать. Вот этот найти, ответ на этот вопрос, почему ребенок идет в школу, что узнать? Что? Какие знания, навык его осуществить? Осуществить. Да. Есть звонок у нас, давайте примем звонок. Наденьте наушники, выслушаем радиослушателя. Добрый день. Добрый день. Такой вопрос вашей гости. Прошло 30 лет, как Латвия сама устанавливает для себя правила. Вам не кажется диким, что по прошествии 30 лет до сих пор не ясно, никак надо строить воспитание и образование детей, никак надо строить возрастные категории нахождения в том или ином заведении. Не вопросы программ, не вопросы реформ, которые сейчас обсуждаются, все эти вопросы должны были быть по меньшей мере решены лет 20 назад. И чтобы уже дети не были предметом манипуляций, а спокойно жили, росли и учились. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, 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 да. Можете ответить. Вопрос нелегкий. Я не знаю, могу я на него так и ответить. Ну, что я могу сказать. Там была названа цифра 30 лет. Ну, у меня самой немножко больше. Это как бы моя детство и юность. И то, что... Ну, мы про независимую Латвию говорим. Да. Я уже в начале сказала, и я так думаю, что из этих всех реформ, что у нас сейчас происходит, мы берем то самое лучшее, которое мы можем взять. Вы же так считаете. Да, я так считаю. Просто, ну, да, я просто могу дополнить, что часто приходится слышать мнение о том, что эти реформы проходят так часто, что дети становятся как будто бы предметом эксперимента какого-то. То есть следующее поколение не знает, по какой системе оно будет учиться, в отличие от предыдущего. Это касается языка и вот этого содержания, так называемой компетенции и прочего. Страдают ли от этого дети в какой-то степени или нет? Я думаю, что, может быть, не так дети страдают, если это вообще такое хорошее слово. Но, наверное, мы как взрослые больше страдаем от того, что мы не можем контролировать, как это было, что будет и как я дальше буду своему ребенку помогать. Мне больше кажется это. И, ну, я не могу сказать, что у нас какие-то особые большие эксперименты происходят. Такого нет. То, что насчет вот этого нового подхода, все время, и пять лет назад, и двадцать, и третий, и сорок лет назад, все равно у нас были задания, где детям давали быть творческими, где они думали, где они, не знаю, там, работали вместе. Это все было. Но то, что мне нравится, что наконец-то все названо и написано в документах, и что мы это можем над этим думать больше, как это все будет выглядеть, назвать наконец-то вещи тем словами, которые у нас реально происходят в детском саду. И один из таких, когда работала с учителями, с администрацией, это был такой ответ, мы уже так работаем. И я не могу согласиться, что вы так не работаете или так работаете. Но сейчас мы надеемся, что мы все будем там работать так, чтобы дети были творческие, могли сотрудничать, и все-все остальное, что у нас есть в этих явной ас, в адлайн-иас. Так что, ну... Напоследок такой вопрос. Вот каждый год, особенно в Риге, актуальна тема очередей в детские сады. Насколько она сейчас актуальна Может быть вы коротко можете сказать Как этих очередей избежать Или как, по крайней мере, более благоприятно Для себя весь этот процесс Передачи ребенка в детский сад Регистрации ребенка в детский сад Провернуть Очередь есть Но я бы не сказала Что она очень Какая-то такая Мега огромная Потому что дети Вот наш садик Если он не попал полтора-двум Он к трем Но более-менее попадает К трем годам Да, к трем годам он попадает Конечно, там смотрятся эти пять-шесть Которые облагоата Ну и там еще есть Причины, почему ребенок Может там братья-сестры Идти как бы пораньше Ну да Так особо И сейчас Вот мы открывали В прошлом году Еще одну группу У нас Узмаза Акумтау Тейбу Такой большой очереди нет На латышском Да, у нас Это и есть Но Маза Акумтау Тейбу У нас как бы Всех Которые у нас Вот на прошлый год были Все попали Спасибо вам большое Зам. директора Рижского 14-го дошкольного учебного учреждения Инна Сайгл И ты была у нас сегодня в гостях Спасибо Андрей Лешкевич Звукорежиссер Евгений Копеин Всего доброго И до свидания Продолжение следует...